Время офигительных ночных историй, как говорится. На часах 4.15, сзади меня желтенький будильник, где вы можете убедиться в этом. Всем привет, меня зовут Павел, вы на канале GadgetMoney. Это неочередное видео, можно сказать, ночная распаковка двух, как мне кажется, интересных вещей. Это новое видео на канале, мы начинаем, поехали! Сегодня я вам расскажу о таких двух замечательных вещах. Это беспроводные наушники и штатив-рукоять, универсальная для вас и вашей камеры. Почему именно эти товары? Да потому что эти товары можно приобрести в магазине NVIDIA по скидкам и купонам, о которых я рассказывал вам ранее. Видео о Samsung Galaxy J7 2017 года. До сих пор тема работает про купоны. Ссылочку на группу и, соответственно, где взять эти купоны, вы найдете в описании. Но на самом деле ничего сложного нет. Если не разобрались, пишите мне в VLS ВКонтакте. Все ссылки будут в описании. С помощью данных промокодов я взял по 50% скидке вот такие вот замечательные наушники. Почему взял вам видео? Ну, потому что не хочется ждать 2-3 недели с Китая, а цена, собственно, примерно такая же. Почему именно конкретно эта модель? Ну, потому что беспроводные наушники в эту ценовую категорию были только такие. Это модель Interstep SBH410. Сзади у нас есть технические характеристики. Я вам сейчас их озвучу. Основные. Это Bluetooth 4.0, 10 метров в дальность, 20 Гц, 20 кГц. Это диапазон частот и чувствительность 105 дБ. Сопротивление 32 Ом. Работает до 7 часов воспроизведения музыки. Заряжаются 2,5 часа по microUSB. Вес 154 грамма. Цвет вот такой дресневый. Да, не совсем мужской. Но использовать я собираюсь только дома, либо вторая половинка будет брать с собой. Потому что это действительно очень хороший женский цвет. Написано Metal Gold с микрофоном. И есть у нас еще особенности модели. Это 300, точнее, миллиампер час лития-полимерная батарейка, которая будет работать достаточно долго. А у X в комплекте есть. Если не хотите беспроводное подключение, можете по проводу все это дело забомбинить. И hands-free. То есть вы сможете разговаривать с помощью данных ушей. Ну что ж, давайте откроем. Признаюсь честно, я открывал для проверки в магазине. Подключал, проверял. Все работает хорошо. Звук воспроизводят. Разговаривать по ним можно. В коробочке больше ничего нет. И в принципе это все, что нужно от недорогих наушников. Стоимость с учетом скидки меньше 2000 рублей. Да какой меньше 2000? Меньше 1000 рублей. Потому что было там несколько товаров. Купон применялся от 4500 рублей. Там 2 с лишним тысячи скидка. В общем, считайте сами. Было несколько товаров и эти наушники обошлись. Но если умножать там 2000, делить точнее на 3, это порядка 700 рублей за позицию. Такие наушники за 10 долларов вы не купите. Да, цвет смешной. Цвет такой бежевый. Оголовье у нас сделано под кожу. Оно достаточно удобное. Есть вот такая фиксация крепления. Увеличение этого самого оголовья. Сами уши у нас круглой формы. Ну и, соответственно, в принципе, универсальная такая форма. На ушах не будут давить. Я проверял. В принципе, давайте вот так вот. В принципе, ничего плохого в этом нет. То есть, действительно, достаточно удобно. Кстати, по поводу прически. Мне тут один чудик в комментариях написал, что я лучше подстригся и сделал себе кухню, чем рассказывать о смартфонах. Так вот, с кухней у меня все в порядке, потому что она у меня в коридоре. А, собственно, прическа, если что-то не устраивает, то ссылки на донат есть в описании. Вы сможете смело задонатить. Я буду очень рад, и я подстригусь. Классно, да? По поводу звучания. Опять же, за кадром я слушал эти наушники. Звучат приблизительно на четверочку по пятибалльной шкале любительской оценки звука. На правом ухе у нас есть органы управления данными наушниками, клавиши включения-выключения, вперед-назад. То есть, соответственно, мелодию, точнее, звук громче-чише. И клавиши включения-выключения, если на нее долго нажать, то она перейдет в режим сопряжения. И будет мигать вот таким вот, сейчас вот, красно-синеньким, как всегда, цветом. Подключаются к любому смартфону, на iOS или на Android, это без разницы. Да не только к смартфону, я, кстати, брал в большей степени для того, чтобы прослушивать телевизор. Потому что у телевизора есть технология Bluetooth-соединения. Не хочется втыкивать какие-то провода в виде наушников. А хочется не мешать близким, если ты просматриваешь какой-то фильм или сериал глубоким вечером, а все остальные спят. Вот такие вот замечательные уши. Вот так это все сидят. Я примерно вот так вот это все дело прослушиваю. Буду выполнять какие-то действия по монтажу видео. То есть это, конечно, не студийное качество. Но все же, что у нас еще в коробке есть? А, помимо этого, сзади у нас, точнее, внизу наушников у нас есть с одной стороны микрофон. С другой стороны 3,5 подключения и microUSB для того, чтобы это все дело заряжать. И в комплекте есть вот такая коробочка. В этой коробочке у нас, скорее всего, провод. А может быть даже два провода, потому что у нас же еще должна быть зарядка. Как таковой самой зарядки нет. То есть подразумевается, что вы будете заряжать либо от пауэрбанка, может быть от сети. У вас есть адаптер, либо от ноутбука. Провод, кстати, лапшевидный. Это очень хорошо, потому что у меня есть сейчас наушники Xiaomi, которыми я пользуюсь. И так, кстати, до сих пор не выложил видео о наушниках, которые мне достались на встрече компании Mi фанатов Xiaomi в Санкт-Петербурге в мае этого года. Черно-белый цвет, лапшевидный. В общем, к наушникам Xiaomi у меня нет абсолютно никаких претензий. Они вакуумные, то есть затычки, все с ними хорошо, хорошо проигрывают музыку, но провод у них очень-очень запутывается. Вот такой вот лапшевидный проводок AUX, если вы хотите, не хотите, точнее, использовать в виде Bluetooth-соединения. И вот такой вот китайский проводок для того, чтобы заряжать данные наушники. В принципе, наушникам ставлю смелую четверку из пяти, опять же, по моим сугубо любительским оценкам. Далее. Давайте расскажу вам о второй позиции сегодняшнего ночного видоса. Это штатив-универсальная рукоять Smart Terra. Сделано все в Китае. Здесь можете поставить на паузу технические характеристики данного продукта. Но, в принципе, здесь ничего такого сверхсекретного нет. Взял почему. Опять же, как добивочка к заказу для того, чтобы применился тот или иной купон на определенную сумму. Штатив, на котором сейчас стоит камера, у меня куплен в мохнатом 2014 или 2015 году. Еще тогда мало кто говорил о гибких штативах. Но он, на самом деле, уже приходит в негодность. А снимать надо. Я снимаю часто с маленького штатива. И поэтому вот такая вот рукоятка пахнет китайщиной пластикой. Такой немножко горелым пластиком. Это вообще пипец. Опять же, доставал, проверял. Сломан, не сломан. Ничего на самом деле не сломано. Вот так вот это все. То есть, представьте себе позицию на какой-то поверхности. Допустим, на столе. Это примерно вот так вот будет выглядеть. Здесь стол. Здесь, соответственно, штатив. Прикольно вот эта сама штука. Она регулируется в нескольких режимах. Камеру, скажем так, небольшого веса она выдерживает. То есть, до полукилограмма, может, до 600, до 700 грамма. Будешь держать смело. Если не хотите ставить так, то можете поставить вот так вот и ходить непосредственно снимать. Все это немножко дребезжит. Но дребезжит тут сам сам крепеж. Причем крепится достаточно удобно. И с обратной стороны у нас тоже есть резьба, на которую вы можете прикрепить на другой штатив. Не знаю для чего. Есть вот такая вот рукоятка на какую-то, видать, детскую ручку. В принципе, за 500 рублей по акции, ну, почему бы не взять. Как-то так. Ну, вот, в принципе, и все, наверное, на сегодня. Два товара, о которых я вам рассказал. Это беспроводные наушники, штатив, рукоять из китайского дешевого, очень неприятно пахнущего пластика. Большое спасибо, что посмотрели до конца. Обязательно подписывайтесь. Смотрите интересные видео, обзоров на смартфоны во всяких разных плейлистах, которые вы найдете у меня на канале. Обязательно не пропустите прямую трансляцию 12 сентября в 19.00 по Москве. Мы с канала Matrix Paradise, с Сашей Мордынским. Обязательно просто посмотрим, как компания Apple в новом Steve Jobs театре, то есть на новой площадке, будут презентовать нам два старых айфона и один новый. Скорее всего, будут еще какие-то ништяки. Опять нам скажут, что это amazing. Ну, мы вместе с вами, я надеюсь, на все это посмотрим. Дадим свою аналитическую оценку всему происходящему на сцене. Обязательно вас приглашаю. Приходите, будет интересно. Все ссылки на товары на моей соцсети есть в описании под этим видео. Проходите в группу ВКонтакте. Вас не хватает именно там. Большое спасибо и пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Искренне ваш. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok